Особое мнение на 101FM Я хочу с вопроса о мусоре, о мусорном тарифе И я думаю, что эта программа, конечно, выйдет тогда, когда уже будет понятно, какой тариф Потому что как раз завтра утром должны с ним как-то определиться с этим тарифом Однако такое ощущение, что вопрос даже это определение не снимает И дискуссия будет продолжаться дальше Потому что если накануне объявления тарифа люди не знают, за что они будут платить За метр квадратный и за количество людей, которые живут в квартире То уже как бы сама цифра, которую будет обозначать, она тоже будет непонятной И будет вызывать много вопросов Главное, люди не понимают логику принятия решения То есть если бы мы понимали, почему мы должны платить за квадратные метры Мы бы, наверное, тогда ждали вот этого решения И задавали вопросы, если принято не оно Если бы мы понимали, почему подушевая оплата, чёткую логику принятия решения Если бы мы понимали, то тогда смотрели на свои ожидания Сейчас мы просто не знаем, чего ожидать Подушевое финансирование, то, которое изначально нам обозначали Вроде бы как, с одной стороны, понятно, с другой стороны, есть вопросы в количестве оказанных услуг. Это и сбор хранения мусора, это и сортировка, это и утилизация. Есть ли сейчас сортировка? То есть, нет. Я как гражданин, если финансирование по душевое, с носа или с души, когда вот эту сумму будут собирать какую-то, я должен ответить на вопрос, по крайней мере, для себя. А мне в полном объеме услугу оказали или нет? Тогда, наверное, у нас какой-то переходный этап должен быть. Вот для осознания, что все логично, в плане тарифа, в плане установления норматива какого-то, с чего берем. Сейчас этого нет. Сейчас никакой логики принятия решений нет. И если можно взять и снизить тариф, тогда возникает вопрос, а мы точно все механизмы использовали для того, чтобы тариф вот сейчас снижен был до порогового значения, до тех значений, после которого нам инвесторов в принципе не найти? Тоже вопросы. А мы в прошлый раз говорили, что это уже все ниже Нижнего, а оказывается, другие соседние регионы умеют ниже. При более высоких средних зарплатах в регионах. Да, и порой при меньшей населенности в регионе. То есть там душ, с которых будут плату собирать меньше, соответственно, объем сбора тоже меньше. Как-то вот у них получилось. Может быть, нам прийти к единообразию? То есть вот федеральный законодатель, когда выдумал этот чудесный в кавычках закон, он бы, может быть, должен озаботиться тем, что регионы, наверное, не сразу, может быть, совсем не поймут, как закон будет работать, как его применять. Может быть, тогда какую-то методичку министерству было выпустить и предусмотреть все особенности региональные, в том числе территориальную, какую-то особенность нашего региона. Владимир, на это нужно время, чтобы издать методичку региональной особенности учесть. Это же надо изучить регион, просчитать социальные последствия, бизнес-планы составить, потому что это бизнес, и мусор, и переработка, и сортировка. Это вы захотели прям как немцы. У немцев намечается пенсионная реформа после 30-го года, которую они сейчас обсуждают уже несколько лет. Вот сейчас. Простите мне мое хотение, но да, почему-то захотел. И здесь ведь мы получим-то, Светлана, можно немножко там попрогнозировать, получим ровно то, что получили с капремонтом. Вроде бы и деньги собрали, и вроде бы можно на них чего-то отремонтировать, но почему-то все буксует. Оказывается, у нас нет подрядчиков, то есть не приходят люди за деньгами тогда осваивать. Лифтов не хватает. Лифтов не хватает. В стране. И программа, оказывается, у нас написана не идеально. А на минуточку, при принятии вот этого закона, в частности депутаты от фракции ЛДПР и от других оппозиционных фракций, не об этом говорили? Что программа не проработана? Не могут 11 человек за полтора месяца написать программу на 11 тысяч домов? Не могут, потому что туда надо выехать, посмотреть. Если там ссылаться на то, что подготовили ее муниципалитеты, так и там, честно говоря, с людьми-то не лучше, потому что один специалист на район, он вряд ли сможет объехать все многоквартирные дома за эти полтора месяца. То есть давайте возьмем паузу, давайте проработаем программу, и потом мы уже там, собирая деньги, четко будем знать, что мы получим ремонт, который нас будет устраивать, а если нет, будем знать, как взыскать деньги, как бороться с недобросовестными подрядчиками, вообще как искать этих самых подрядчиков. Я тут два тезиса услышала сейчас в вашей речи. С одной стороны, вы сказали, когда мы говорили о мусоре, давайте издадим методичку для всех регионов. Так вот, по капремонту методичку-то издали, и понятна расчетная схема. Тут вы предлагаете дать все-таки время на обследование домов и на обсуждение. Ну так все-таки, к чему мы должны прийти? Должно быть единое решение на всю страну и методичка? Или действительно необходимо задолго, не за 2-3 года, а задолго начинать общественные обсуждения и социальные исследования по любому проекту, для того, чтобы прийти, как немцы через 13-15 лет, только к началу принятия этих самых решений? Ну, очень бы не хотелось метаний вот этих, метаний бешеной собаки, когда вдруг почему-то у нас рождается именно такая инициатива, она там как-то со скрипом обсуждается уже в ходе обсуждения. Очень, надо сказать, непродолжительного. Мы видим проблемы, все их видят, но почему-то инициатива продавливается. То есть вот есть у нас федеральный закон, который надо исполнять. В Государственную Думу уже вносились инициативы, по крайней мере, об отсрочке исполнения этого самого закона, потому что, как ни страшно, но в Кировской области не все так плохо, как в других регионах. Есть регионы, где хуже. Да, некоторые регионы до сих пор настаивают на том, что... Регионального оператора в некоторых. Кому реализовывать через меньше, чем месяц, непонятно. То есть вообще очевидно, что закон работать не будет. Давайте отсрочим, ввиду того, что, ну, очевидно, недоработали. Пускай, ну, допустим, федеральное правительство здесь отработало четко, все было понятно, это просто люди на местах вот оказались безграмотными, не смогли применить все то, что им рекомендовали. Допустим, ну, что же делать-то теперь? Давайте год еще возьмем, хотя бы отсрочки возьмем, всем все популярно объясним. Делегации из министерства пришлем, покажем, расскажем, научим, тарифы обоснуем, и тогда уже люди в полном понимании, за что они будут платить. В конце концов, будут платить. Сейчас ведь еще на повестке дня в январе мы вроде как должны услугу получать, региональный оператор ее вроде как будет оказывать, а уже сейчас люди говорят о том, что будет большая несобираемость. Собираемость будет на уровне, там, ну, процентов 30-50. То есть все уже к этому готовы. Ну, так не проще ли сейчас не вводить друг друга в заблуждение и отсрочить срок реализации? Ну, вот здесь мы действительно в этой студии не раз задавали вопрос Куприту и министерствам, что будет с несобираемостью, какую вы прогнозируете несобираемость. Они отмалчиваются, не говорят про это. То есть мы хотели выяснить, какая... Не то, что отмалчиваются, давайте выразимся корректнее, наверное. Выражается таким образом, коллеги, что все будет хорошо и риски заложены. Это как с осенцами, все будет хорошо. Да, если, опять же, механизм будет такой, или платить, или мы вам перестанем субсидии предоставлять, да, через какое-то время, наверное, собираемость подрастет, но на начальном этапе она будет низкая. В конце концов, те, кто субсидию не получают никакую, они платить не будут. А с учетом того, что оплата будет, возможно, подушевая, по крайней мере, в сельской местности точно, а в сельской местности получателей субсидий именно по услугам ЖКХ минимум, ну вот она вам несобираемость. Мы сейчас должны прерваться на... Уйти на короткий перерыв, после чего продолжим. Напоминаю, что эта программа «Особое мнение», и сегодня свое особое мнение высказывает координатор фракции ЛДПР в нашем регионе Владимир Костин. «Особое мнение» на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Напротив меня Владимир Костин, депутат областного законодательного собрания ЛДПР. И мы говорим про мусор, и вы подчеркнули несколько рисков. Это несобираемость, во-первых, непонятность тарифа и неготонность регионов к проведению мусорной реформы. Еще одну историю про тарифы мы не обсудили, и дальше можно будет уже как-то резюмировать все-таки за что бороться, и бороться ли вообще, может быть, уже стоит плыть по течению, успокоиться в конце концов, мало ли у нас проблем у каждого. В дискуссии люди предлагали дифференцированный тариф, чтобы ты мог выбрать, с чего тебе платить, с квадратного метра или с количества людей, или частично так, частично сяк. Ну, то есть вот какая-то дифференциация. Тут мне сразу приходит на ум такая история. Я вчера ее приводила тоже Роману Титову, который был в этой студии в особом мнении. Я сказала, вот, например, в Москве приняли решение о дифференцированном тарифе на электричество. Ты сам можешь выбирать, по какому тарифу ты платишь. Ты максимальное время использования выбираешь. Кто-то выбирает после 11, когда тариф падает в 4-6 раз, я уже не помню, это очень значительная разница. И гладить, стирать и прочее начинают в это время. А в время, когда пиковое, самое дорогое, минимально используют электричество. И люди получают платежку и сразу видят, что и могут регулировать свой расход. С мусором... Отличная идея. С мусором, на самом деле, есть тоже механизмы, как порегулировать, даже без выбора квадратных метров либо подушевой оплаты. Если уж говорить о том, что все мы производим мусор и производим, наверное, от первого лица, а не от квадратного метра, на квадратном метре сам по себе мусор не появляется, то правильнее взимать с человека. Но еще раз, взимать за что ключевое? Вот сейчас понимания нет. Эта же сортировка в Кировской области фактически отсутствует, а в тарифе она вроде бы как есть. Если говорить о градации, о дифференциации платы, то, мне кажется, стоит вспомнить то, зачем принимался закон. Закон принимался для повышения, так сказать, экологичности. Мы боремся за экологию, принимая вот эти поправки. А что такое экология? Наверное, мы как-то по-другому должны относиться к мусору. Вот сейчас, платя за несортированный мусор, у вас появляется мотивация его сортировать. А есть уверенность, что при отсутствии сортировки у нас просто не будут полигоны забиваться этим же пластиком. У меня есть уверенность, что будут забиваться этим же пластиком. Так давайте, может быть, мы задумаемся над тем, чтобы приучить население сортировать мусор. Если, допустим, у любого среднестатистического россиянина будет возможность заплатить, к примеру, 130 рублей не сортируя мусор, и заплатить, ну, допустим, 60 сортируя, многие выберут сортировку. Как в Советском Союзе все просто сдавали бутылки, по умолчанию, соответственно, все будут сортировать. А вот дальше мы запускаем механизм. А как сделать так, чтобы человек четко сортировал, а не просто в три разноцветных пакета мусор раскидал. Вот задача, над которой нужно сейчас думать и биться. В конце концов, нам не нужна будет сортировка, ну, или нужна будет в меньшем объеме, потому что мусор будет сортированный. Давайте сейчас людей приучим к этому, потратим два года. Вот это, я понимаю, программа. Да, мы три года, пять лет реализуем проект по прививанию, не знаю, приучению населения к сортировке. После этого смотрим, что получилось, и у нас уже есть план Б, что мы делаем дальше. У нас, в конце концов, появляется какой-то полезный материал, который мы можем перерабатывать, тем самым экономим природные ресурсы. Опять про немцев, извините. Да, сразу отвечают нам министерства, что не проработан закон, сами же говорят. Нет в России практики, об этом надо думать, но не прямо сейчас. Будем ждать субсидии федеральные, потом будет что-то строить. А тем временем, там в Татарстане, например, люди уже организуются в серьезные группы и выходят против строительства мусоросжигающих, например, заводов. И Архангельс выходит против того, чтобы мусор им возили из Москвы, например. И упаси Господь, чтобы он, допустим, к нам поехал. Потому что, я уверен, если к нам поедет мусор из Москвы, кировчане тоже встанут и выйдут. Да, у нас же есть еще, кроме Москвы, Коми, например, тоже еще что-то где-то и так далее. Ну, то есть говорить о том, что все проработано. Вот, надо прийти, вот к чему я. Я почему и хотела прийти к вопросу, что же с этим совсем делать? Потому что люди настолько устали от... Год был тяжелый. Две очень серьезные больные реформы. Я предпочитаю мыслить теперь короткими промежутками. К сожалению, правительство также планирует у нас короткими промежутками. Но, тем не менее. То есть народ вымотан к этому, как мне кажется, декабрю. Может быть, не согласны со мной, но две серьезных реформы. Это мусорная и пенсионная реформа. Это тяжелые такие, достаточные решения. И принятие скоропостижные очень. Особенно пенсионная реформа. И мусорная тоже для людей рухнула вот таким образом. Что им делать? Выдохнуть и пусть что будет? Или бороться дальше? Вот к вам же, к оппозиционным партиям, ну практически не прислушиваются. Наш лидер-то, наша единая Россия-то. Ну я, честно, все еще оптимизм и оптимист. И надеюсь, что мы к следующему избирательному циклу, вот и все это негодование, которое сейчас копится, уже не год. Получим в виде какого-то иного волеизъявления. Иного тому, которое мы видели даже в 2016 году. Люди сейчас обращаются к партиям? Или как вы сейчас представляете себе поле? Вы ведь ездите и по регионам, ездите по всей стране и видите. Если мы раньше говорили очень активно, там последние 20 лет была такая история, четко обращаются к партийным лидерам, к партийным ячейкам, то сейчас народ что делает? Как французы вот эти желтые жилеты, политикам говорят, ну-ка отойди, я знаю, что ты тут делаешь, ты тут свои политические цели преследуешь, не смешивайся с нами. Они ведь ни под одну партию не легли, эти желтые жилеты. Армения, например. То же самое, то же самое. А у нас народ, он сейчас идет жаловаться все-таки в партии и пытается от вас что-то получить? Или как-то вы видите, что консолидируются силы на другом уровне? Я бы не сказал, что поток обращений стал больше. Изменилось качество этих обращений. Если раньше мы получили обращение, ну, когда человек совсем уже отчаялся и не знает, что делать, зачастую, да, если вот уже совсем все суды проиграны, иду в партию, а вот с чем-то помогут, то сейчас люди обращаются, в том числе, когда они видят несправедливость, они просто от нее устали. То есть нет еще никаких судов, нет еще каких-то вот уже совсем там точечных моментов, которые мучают только меня. А есть глобальная проблема. Нет мест в детских садах, а вот мы организовались, мы пошли добиваться. И инициатива эта идет исключительно снизу. То есть вот если там раньше, в том числе оппозиционные партии обвиняли в том, что вы как-то там подогреваете интерес, не надо ничего подогревать. Уже все настолько разогрето, что люди просто вот встают и ищут, как бы нам организоваться-то сейчас. И вот их приход в оппозиционную политическую партию связан с тем, а помогите нам, пожалуйста, организовать, допустим, там, митинг или пикет. Мы как бы и без вас, наверное, и справимся, но вы-то это умеете. Если они в лице оппозиционных партий, ну, в частности, партии ЛДПР, нашли союзника, они дальше с нами и сотрудничают. То есть нам выискивать вот этих людей сейчас не приходится. Они сами есть. Причем это в первую очередь... Вот вы сказали, что люди уже настолько устали, что не ждут судов. Это говорит о том, что критическая масса вот этого терпения превышена. Усталость, переходящая уже в агрессию. Или растет гражданская какая-то ответственность, гражданская активность, растет гражданская активность. С одной стороны, люди, наверное, воодушевились теми положительными примерами, когда другие активные люди взяли и чего-то себе добились. Соблюдение законных прав. Если первый канал не показывает, то показывает интернет. В конце концов, у нас даже по другим регионам, по нашим, российским регионам, есть примеры, когда люди просто на выборы пришли и бац, к удивлению даже, может быть, самих себя избрали не того, кто планировался. Верно. Ой-ой-ой, это ли не повод проявить свою гражданскую позицию, активность? Причем в республике, где Путин фотографировался. И в краях. И в краях, да. То есть, вот это повод задуматься. Соответственно, люди задумываются, начинают добиваться. И, опять же, изменилось качество этих обращений. Люди уже не просто хотят устроить ребенка в детский сад, они хотят, чтобы детских садов хватало всем. Я почему заговорила о партиях? Потому что тот же съезд Единой России произошел. Всероссийский. И впервые, насколько я помню, за шесть лет Владимир Владимирович Путин, который не является лидером партии Единая Россия, приехал на этот съезд, держал слово, не просто слово, а, естественно, практически его тезис разобрали, как послание от съезда. Вот то, что ты читаешь в СМИ, то, что ты видишь в интернете, как постят на своих страничках единороссы, они это воспринимают как заветы лидера партии. Там много чего он говорил, в частности, он говорил про российскую нацию, что меня совершенно смутило. Я как раз была в Берлине и подумала, боже, у нас новая нация появилась, российская. Что это такое? А там уже критерии приводят российской нации. Я даже испугалась немножечко, достаточно ли я еще там российская нация или уже нет, находясь там в отдалении. Вдруг это тоже критерий какой-нибудь, да? Но я сейчас не про российскую нацию, а про заявления Путина, которые характеризуют партию «Единая Россия». В частности, он высказывается о том, что эта партия – безусловный лидер политической жизни и социальной жизни, и вообще она именно может обеспечить прорывное, вот это вот слово, прорывное развитие Российской Федерации. Он говорит о том, что, например, с людьми, конечно, надо общаться. Он большой делает акцент на моральном облике, члена партии, они даже кодекс там целый выработали в моральном облике. Он говорит, что нужно убеждать избирателя в том, что решения, которые были приняты раньше, а все решения, которые на стороне принимаются, понятно, это решение «Единой России», да, особенно когда деньги выделяются, являются правильными, а путь, который мы наметили, является единственно верным. Вот вы все про дискуссию, Владимир, про сомнение, а Путин говорит «Единая Россия», не надо сомневаться, принятые нами решения являются единственными верными. Я утрирую специально, конечно, концентрирую на этом внимание, но очень многие именно так могут воспринять. Мое твердое убеждение, что без конкуренции никакого развития не будет. И предыдущие 70-80 лет развития нашей страны это доказали, что мы постепенно, незаметно стагнировали. Да, был большой задел, там был рывок безусловный, мы догнали развитые страны, а потом вот стихонечко с осознанием того, что мы сами-то, извините, сверхдержава стагнировали, что привело к тому, что все развалилось, и еще и там собирать-то сейчас очень сложно. Если у нас одна генеральная политическая сила принимает все решения и должна быть уверена в том, что они правильные, это приведет нас к тому, что рано или поздно вот это расслоение между правящей элитой и народонаселением Российской Федерации будет гигантским, и в принципе правящая элита не будет понимать, что нужно населению. Уже сейчас, вот вы упомянули кодекс чести, на мой взгляд, кодекс чести любого депутата, любого партийного функционера, он состоит всего лишь из двух пунктов. Первое. Соблюдая законы Российской Федерации, второе. Будь ориентирован на избирателей, которые тебя выбрали депутатом, каким-то ведущим политическим руководителем. Ведь политический руководитель это представитель своих однопартийцев, которых немало. То есть все равно какой-то лидер. Все, больше не надо изобретать велосипед. А если люди настолько уверены в своей правоте, что могут заявлять, я не буду сейчас цитировать, но и не рожайте, и кто вам сказал, что здравоохранение... Эти дамы спровоцировали, конечно, Владимира Владимировича на то, чтобы он про моральный облик заговорил. Это ведь, простите, никаким кодексом-то не привьешь. Если человек так чувствует, он так и говорит. Да, он может просто молчать, но думать по-другому он того, что есть кодекс, не станет. В этом и проблема. Если человек не ориентирован на избирателей своих, если он считает, что это какие-то там жители другого государства, или там, я не знаю, низшая каста, прости Господь, но не привить ему никаким кодексом иного-то отношения к людям. Владимир, а вот само появление президента на съезде партии первые за 6 лет вы как оцениваете? Я вообще не сторонник того, чтобы президент поддерживал какую бы то ни было политическую силу. У нас же есть, допустим, принцип равного доступа политических партий к средствам массовой информации. Ну, по крайней мере, в принципе. Я не говорю, как он соблюдается. Тогда эхо соблюдает. Но и почему нам от этого принципа отходить, допустим, в отношении президента к политическим партиям? Ну, мне кажется, вот у нас члены общественной палаты приостанавливают свое членство в политических партиях, и президент, наверное, должен приостановить. И я понимаю, что для принятия решения правительством Российской Федерации большинство в Государственной Думе должно симпатизировать правительству. Самое простое – это повесить какой-то флаг «Единая Россия» и сказать, вот мы с вами одной кровью, и ты да я. Поэтому вы должны сейчас принимать такие решения, которые мы вам вниз спускаем. Что мы получаем? Получаем перекос. На федеральном уровне, на региональном уровне, ну и на всех муниципальных, где вот такое есть отсутствие конкуренции. Мы ведь не говорим, что, вот вы знаете, партия ЛДПР против принятия бюджета, какой бы он ни был. Не об этом же речь. Мы говорим о том, что, коллеги, вот вы взяли на себя ответственность, вот вы говорите, что у нас мы идем по единственно верному пути. Так вы нам хотя бы докажите, что он единственно верный. И когда вот это доказательство идет, вскрываются какие-то проблемные моменты, которые, поверьте, не единственно верным там решением обусловлены, а как раз тем, что мы что-то не доглядели, оказывается. А что с этим делать? И дальше смотри, пункт один. Единственное верное решение. Все, мы отсыл, опять же, на мнение правительства. Правительство ошибаться не может. Мы принимаем так, как принимаем. Историю с капремонтом, историю с утилизацией твердых коммунальных отходов и много всяких историй. Все, что звучит против этого, это популизм. Ну, а давайте один раз попробуем, там, как-то, ну, я не знаю, конкуренцию в Государственной Думе ведем, когда действительно нужно будет бюджет обсуждать. Когда, допустим, пенсионную реформу, я не знаю, можно ли в России обсуждать за 30 лет принятие какого-то решения. Хотя, если помните... Нельзя. Вот Владимир Владимирович говорит, что если мы не будем предпринимать решительных шагов различных, то мы отстанем окончательно, и поэтому пенсионная реформа тоже должна быть... Я за решительность, но надо учитывать. Я сейчас, надо сказать, что я не цитирую Путина, я просто интерпретирую разные вещи, он такого не говорил. Решения, конечно, должны быть решительными, но при этом, опять же, не надо забывать, что власть — это часть народа. Вот когда у нас власть отдельно, народ отдельно, то получается история о летом. Ну, а как можно не повышать пенсионный возраст? Мы должны прерваться сейчас на короткую рекламу. Я вот только перед рекламой хочу напомнить и себе, и вам, и, наверное, слушателям, что есть доказанный абсолютно феномен, с научной точки зрения доказанный эффект Даннинга-Крюгера. Наверное, вы его знаете, Владимир. Суть его очень простая. Чем меньше человек знает, доказали ученые, тем больше он уверен в собственных знаниях, тем выше его самооценка. Чем больше человек знает, тем более недостаточным он считает свои знания и сомневается в своей некомпетентности, профессионализме, обсуждает, советуется и так далее. Я могу прокомментировать только одним образом. Не надо спорить с учеными. Перерыв. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». Веду ее сегодня я, Светлана Занько. А свое особое мнение высказывает Владимир Костин, координатор отделения партии ЛДПР в нашем регионе. Вот еще одна интересная вещь, которую хотелось с вами обсудить. Я не знаю, обсуждали ли ее коллеги на прошлой неделе. Не увидела этого в обсуждениях. Меня он очень задел, поскольку, опять же, я была в отдалении и прочитала, что с 2019 года... Это новость не свежая. Она 30 ноября, но она до сих пор сидит у меня в голове. Я прошу вас ее прокомментировать. Пилотный проект в 2019 году стартует в нескольких регионах. Внимание! Нижегородской, Новгородской, Ивановской, Липецкой, Томской областях, Татарстане, Кабардино-Балкарии и Приморье. Минтруда планирует запустить социальный проект по борьбе с бедностью. Это сказал Максим Топилин, руководитель этого ведомства. Об этом сообщают все ведущие СМИ федеральные. Топилин подчеркивает, что это программа с применением единой государственной системы государственного обеспечения, будет развиваться дальше и так далее. Там будут какие-то очень серьезные проекты на федеральном финансировании. Как вам вообще сама программа по борьбе с бедностью и регионы, которые как пилотные для нее выбраны? Честно говоря, вообще словосочетание «пилотный проект» у меня вызывает сразу же настороженность по одной простой причине. Вот все то, что в последнее время... Цель в два раза снизить бедность. Это же из послания президента было понятно, что Татарстан — это регион Российской Федерации. Поэтому все тут логично. Я лично не вижу никаких противоречий. Другой вопрос. Есть ли регионы, где с бедностью дела обстоят чуть хуже, чем в Татарстане? Ну, наверное, если посмотреть немножко севернее, то мы один-то регион точно отыщем. И это печально, что это мы. Почему мы не в пилоте? Не знаю. А может, это и к лучшему. Может, пилотная программа закончится не теми показателями, которых вообще хотелось. То есть не снизится бедность в два раза, а деньги будут потрачены мимо. Может быть, и к лучшему. Давайте понаблюдаем еще раз. Пилотный проект для меня — это действительно вот такая история, совсем не очевидная. Пилотные проекты в здравоохранении вызывают массу вопросов. А когда они там масштабируются на всю страну, вопросы вызывают, наверное, не только в нашем регионе. Поэтому поживем-увидим, бороться с бедностью надо. Естественно, хочется, чтобы с бедностью боролись не просто путем раздавания денег здесь и сейчас. Давайте дадим все-таки удочку. Если Министерство соцразвития видит, как бороться с бедностью, мне кажется, оно должно видеть и учитывать мнения и других министерств. Тут нельзя только Минсоцам... Минтруда. Минтруда, да. Нельзя только Минтруда и Минсоцам бороться с бедностью. Потому что... А Минпромторг где здесь? Мне кажется, мы должны экономику поднять для того, чтобы у нас бедность понизилась в два раза. Возможно, мы должны из людей, которые привыкли сидеть на пособии и сделать предпринимателей. А не утопия ли это? Если я привык получать, допустим, пособие в 5000 рублей, я завтра не буду предпринимателем, ориентированным на получение прибыли, тем самым на то, чтобы забыть какое-то иждивенчество и зарабатывать. То есть здесь механизмы-то, может быть, другие надо задействовать. Если Минпромторга в этих механизмах нет, я уже скептически отношусь ко всем этим пилотным проектам. Потому что просто раздать людям деньги тут большого ума не надо. Не надо обзывать это нацпроектами, не надо обзывать это какими-то пилотными проектами. Просто так и скажите, мы боремся с бедностью способом раздачи денег. Ну, почему 10? Потому что денег хватило только на них. В следующий раз будете вы... Ну, я не знаю, что в плане содержательной части нам предложит господин Топилин. Ждем, посмотрим, тогда и будем обсуждать. Бороться с бедностью обязательно надо. Но для этого нужно поднять экономику. Это Владимир Костин. Его особое мнение мы слушаем. С федеральных просторов переметнемся на наш город Киров и еще сузим ареал до Кикиморской горы. Снос горнолыжного комплекса на Кикиморской горе. Ну, не знаю, горнолыжного ли и комплекса ли, но как минимум ангар с оборудованием, как утверждает Андрей Морозов, владелец, инициатор, и двигатель всего этого проекта действительно был снесен. Это некий ангар, где были пылюшки и санки для покатушек с горы, и сноуборды, и лыжи, и прочее. Произошло это очень быстро, как он говорит. Приехал бульдозер, снес, собственно говоря, по распоряжению главы теруправления Первомайского, снес вот этот ангар, повредил оборудование, как нам тут в этой студии два дня назад рассказывал Ян Чеботарев, оценивают свои потери чуть меньше, чем на миллион Андрея Морозова. Роман, и это неправильно говорит Ян Чеботарев, он говорит, что такие вещи надо решать через суд, если есть спор. Значит, Роман Титов здесь вчера, поскольку свежие новости обсуждаем, он сказал, что земля, по его сведениям, муниципальная, на которой стояло строение, а значит, незаконный захват, незаконная постройка, которой, по сути, нет, нет и оборудования. Но все-таки полиция была вызвана, и опись какая-то, наверное, существует. Но вокруг Якимовской горы, во-первых, мне интересно, как вы относитесь к самому методу, который был применен. Вопрос с Кикиморской горою ведь давно очень обсуждается. То есть мы можем понять, это все-таки слишком резкие вот такие движения, надо было в какую-то другую тяжбу вмешиваться, или уже просто так и нагорело, что не было других вариантов, на ваш взгляд. Сложно сказать, так ли нагорело. Вот опять же, не хотелось бы каких-то, знаете, прям метаний. То есть терпели, 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 потом слов не говоря, взяли и все снесли. Спор двух хозяйствующих субъектов, господина Морозова и городской администрации, мне кажется, должен быть спором этих двух хозяйствующих субъектов. Но вроде бы как на этой горе кто-то катался. То есть там сноубордисты, элементарно раз были в отружке, значит, кто-то с детьми приходил. То есть какой-то центр отдыха там был. Вопрос, есть ли что-то взамен? То есть есть ли у нас какая-то альтернатива? То есть что планируется администрации устроить на Кикиморской горе для того, чтобы те, кто привык использовать ее как место проведения досуга, эту возможность не потеряли или получили другое место взамен? Вот ответа на этот вопрос пока нет. Что касается законности или незаконности и самих методов, абсолютно согласен с тем, что все должно быть в рамках закона. Глубоко не погружался, но как мне кажется, если вдруг на вашей земле кто-то что-то построил, вы как собственник земли можете прийти и это все снести. Если ваша земля, да? Другое дело, если вы вдруг снесли, а окажутся там какие-то обстоятельства, которые не позволяли вам что-то снести, наверное, вы как человек, живущий в правовом государстве, обязаны будете это все возместить, может быть, даже построить. То есть, если там есть спор по территории, конечно же, нужно было уйти, правильнее было уйти, потому что, в конце концов, администрация отвечает-то не своими деньгами, а нашими своими деньгами. То есть, бюджет – это не деньги администрации, это деньги налогоплательщиков, жителей города Кирова. Если администрация готова рискнуть деньгами жителей Кирова, не факт, что жители города Кирова готовы рискнуть своими деньгами. То есть, если все настолько очевидно, что Илья Вячеславович принимает решение сносить, Мне хочется верить, что там действительно все настолько очевидно. В противном случае, если господин Морозов выиграет судебную тяжбу, а он, я так понял, намерен это сделать, то Илья Вячеславович потратить не свои деньги, а наши, это вопрос к его компетенции. То есть нужно просто дождаться судебного решения. То есть если какая-то сторона считает, что она права настолько, что может выйти в суд, надо дождаться этого. Но в конце концов, господин Морозов, я так понимаю, это и сделает. Ну, только не Илья Вячеславович подписал распоряжение, Вячеслав Николаевич Симаков, главатер управления. Отрадно осознавать, что у нас главатер управления настолько самостоятельный, что может себе позволить принять такое решение, а не только подписать документы. Да, но у нас остается еще буквально две минуты на то, чтобы судить еще одну историю. И, наверное, эта история закончится обсуждением уже на этой неделе. Тоже она вызвана яркими заявлениями. В данном случае конкретно, конечно, нашего сети менеджера Ильи Шульгина и касается, это заявление о дымковской росписи на наших домах, то каким образом она была воспроизведена и уместно ли там ей находиться. Шульгин сказал, что дымка хороша в дымковской игрушке, хватит пытаться изобразить из себя такой дымковский край. Каждый раз едешь, каждый раз такая боль, когда видишь, как это все размалевано, я не знаю, как к этому относиться. Хочется просто взять и покрасить все это белой краской, эта штука, еще и какие-то, ну, неважно. Самое страшное, что люди убеждены, что это вещи-то хорошие. Я еду мимо вокзала и смотрю, и понимаю, что вижу учебник анатомии. И тут блогер Лев Саламатов призвал его в связи с тем, что он оскорбляет дымку, уйти в отставку. — У меня один комментарий односложный — вкусовщина. Вот это слово прозвучало. — Кому оно сейчас относится, это слово? — А вы знаете, всем, кто обсуждает дымку, те, кто за, занимаются там вкусовщиной, доказывая, что это хорошо, те, кто против вкусовщины, потому что им не нравится. Мы же это слово слышали, по-моему, по-баскам мы это слышали, когда говорили там вкусовщина, что там еще было, цветовой экстремизм или какой-то экстремизм. — Ну, это же мнение, да, там, большинства ли людей, не знаю. Мне кажется, не большинства, но вот, в частности, по цветовому экстремизму это мнение одного человека. То есть, если мы сейчас пройдем по улице и опросим, люди считают ли они прямо цветовым экстремизмом, ну, наверное, нет. И с дымкой, ну, я могу высказать мое мнение, да. — Только ваше. — Так ли много у нас вещей, которыми мы можем гордиться, которые нашу какую-то принадлежность региональную характеризуют. Дымка — одно из них. И появление вот этих узоров для многих было, ну, каким-то, знаете, ориентиром. Да, у нас есть какой-то там, ну, как принято говорить сейчас, бренд. Мы вот чем-то можем гордиться. Когда мы увидели дымку на росписи, на росписях, костюмах в выступлении перед Олимпиадой, это же было приятно видеть, правильно? — Не сравнивайте уровень, который был на Олимпиадах. — Извините. — И который изобразили на наших домах. — А вот теперь... — Говорят, говорят, это не я говорю, говорят дизайнеры, архитекторы и градостроительный совет, с которым в итоге не приняли их рекомендации к информации. — Информации, потому что градостроитель и архитектор против шипыль. — Из другого региона приезжает к нам человек и дымковскую игрушку, дымковскую роспись, видит на дымковской игрушке в паре магазинов, которые дымковской игрушкой у нас в Кирове торгуют. И всё. И он не понял, куда он приехал. То есть, мне кажется... — Продолжать проект? — Дымковский... Это символ. — Надо раскрашивать дальше дома в дымковом? — Может быть, не дома, но присутствовать дымковские... — Мост через ядку. — А почему бы и нет? — Это Владимир Костин, гость нашего сегодняшнего «Особое мнение». Программа наша подошла к концу. Почему бы и нет, сказал он, пусть и мост в дымку раскрасит. Всем хорошего дня. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok